Хорошо среагировали после поражения матча с Харцем. Важно было вернуться в чемпионат с хорошей мотивацией, с хорошими амбициями, потому что мало времени было на восстановление, плюс перелет ночной у нас был. И здесь очень важно было нам правильно сработать с точки зрения ротации определенной, которую мы произвели, ну и сохранить, скажем так, ребят с точки зрения полнейшей концентрации, чтобы не допустить никакой недооценки сопернику, да, потому что вроде бы команда в трудной ситуации была до сегодняшнего матча, наверное, уже так вот по итогам сегодняшнего матча и команда покидает высшую лигу. Но тем не менее, все равно, когда остается какой-то маломальский шанс, все равно молодые ребята будут настраиваться, выходить и, как говорится, за честь клуба всегда отдаваться и биться до конца. Поэтому с этой точки зрения нам важно было свои амбиции, скажем так, да, свои цели, которые мы преследуем в чемпионате, ни в коем случае, как говорится, не допустить никакой недооценки и сработать по максимуму. Я очень рад, что сегодня мы показали хорошую игру с точки зрения движения, прессинга, хорошие голы забили, плюс достаточно много голевых ситуаций создали. Было опасности у наших ворот уже во втором тайме, но в целом, наверное, победа заслуженная. Поэтому благодарен команде, еще раз говорю, после поражения от Харца с отрицательной такой немножко негатива мы вернулись, но тем не менее быстро переключились и отлично сегодня сработали. Спасибо большое. Есть вопросы. Владимир Викторович, за примерно месяц команды было 7 матчей. Вам понравилось играть в таком бирже? Я скажу так, что в жизни нашего коллектива под моим руководством это приятный момент, когда ты участвуешь в основном раунде Лиги конференций и понимаешь, что стремясь сюда попасть в этот европейский турнир, мы подсознательно, конечно, и сознательно готовились к тому, что, возможно, такой график у нас сложный будет. Поэтому в целом мы приняли эту ситуацию. Ну а сейчас мы, как говорится, уже по существу чувствуем это, как это не просто в целом, но это интересно, интересно, когда ты мотивирован. Самое главное, еще раз говорю, правильно ребят восстанавливать, правильно давать им импульс для подготовки к матчам. Это касается как внутреннего чемпионата, так и еврокубковых наших баталий. Поэтому сейчас пауза сборной, вот, слава богу, самое главное было с точки зрения вот этого короткого промежутка после матча с Харцем, да, и сегодняшнего, все здоровы, слава богу, никто травмы не получил, вот, потому что, еще раз повторю, всегда есть опасения, что мало времени на восстановление и всегда есть опаска за то, что кто-то может, не дай бог, получить какое-то повреждение или травму. Поэтому с этой точки зрения, слава богу, все обошлось. Еще раз говорю, хороший футбол показали и в целом благодарен команде. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Владимир Викторович, на следующей неделе команде играет Стефан, перенесенный матч, так как это время на полную сборную, команда сыграет без ряда футболистов, которые вызваны в сборную различных возрастов. Будет ли это проблемой для вас? Или ротация целого представляет? Ну, это непростой момент, конечно, это трудный момент, но сегодня календарь, когда руководство Федерации понимало, что мы попали в основной раунд Лиги Конференции, как минимум, то есть, играя с Андерлехтом, мы уже были в основном раунде Лиги Конференции. Понятно, что еще, играя с Андерлехтом, был шанс побороться за основной раунд Лиги Европы, но, тем не менее, уже до матча с Андерлехтом нам пришлось сверстывать, как говорится, календарь предстоящих матчей в чемпионате, плюс переносы, которые у нас уже были. Естественно, что это была непростая задача. С Федерацией мы были в контакте, искали, скажем так, определенные пути решения этих трудностей по датам, чтобы совпадали даты туров, плюс даты резервных дней, да, естественно, чтобы мы, как говорится, вложились и закрыли эти вопросы. Но, откровенно, с Нафтаном игра, конечно, без сборников это не лучшая ситуация для нас, но, тем не менее, у нас нет никакого другого выхода, потому что абсолютно нет свободной даты, куда можно эту игру поставить. У нас еще и такой матч со Сморгунью. Вот вопрос Федерации футбола. Когда вот такая ситуация возникает, надо вместе сообща, решать, может быть, зимой с командами, которыми участвуют в Еврокубках, что такая ситуация возможна. Такая ситуация возможна, и надо в какой-то степени помогать команде, которая попадает в основной раунд Еврокубков с вот этим календарем. Я задавал этот вопрос в феврале месяце на совещании клубов, когда среды будут. Но этот вопрос как-то в какой-то степени проигнорировали и посчитали, что, может быть, ни один клуб не попадет в основной раунд, никакого Еврокубка. Но вот Динамо Минск попала. И сегодня мы в такой ситуации, что нам со Сморгунью и с Нафтаном придется играть без сборников.